Продолжим нашу конференцию. У нас совершенно замечательные доклады. Осталось два доклада. Первый доклад делает Антон Мацуров, киновед, дистрибьютор, преподаватель. У него своя компания под названием «Антипод». Мы на Западе очень хорошо знаем эту компанию. Пожалуйста, Антон Мазуров. Спасибо большое. Добро пожаловать. Добрый день, коллеги, гости. Простите, надо было говорить по-русски бы, потому что большая у вас часть, безусловно, русскоязычная, а я очень эмоциональный человек. Я просто не люблю показывать буквы на экране, поэтому я не буду показывать буквы, буду свое тело показывать, и потом немножко визуального материала. разбивка этой моей речи будет состоять из какой-то личностной части, объясняющей мой бэкграунд, из объяснений того, чем мы занимаемся как компания, и с выходом на общую ситуацию про дистрибьюцию неигрового кино в России и российского кино за рубежом. Ну и финал я потом поставлю некоторую проблему, которая меня беспокоит уже от практики на теоретическом уровне. Значит, я работаю в кино на международном именно уровне с 96-го года. Я начинал в музее кино как замдиректора по репертуару у Наума Хильча Клеймана. Потом я работал в пиаре больших голливудских фильмов компании UIP, которая прокатывала все, что связано со студией Paramount, Universal, DreamWorks и так далее. И потом мы с Сэмом Клебановым вели вместе 10 лет компанию «Кино без границ», которая была, собственно, главным артхаусным прокатчиком. И все те наработки на уровне дистрибьюции арткино любого, в том числе начало всей киноклубной истории, все как бы было, при том, что рынок был конкурентный, все-таки было наработано нашими плечами в России. Значит, потом, когда мы с Сэмом расстались, я там делал всякие разные вещи, фестивалем «Тумору» занимался как программный директор несколько лет. И 4 года назад я создал компанию, которая называется «Антипод». Значит, «Антипод» – очень хорошее слово, да? И понимаете, что когда компаний много, а международный рынок и конкуренте, надо, чтобы название компании начиналось или с цифры, или с буквой «А» латиницей, чтобы в списке все время попадалось на глаза одно из первых. Также мы, когда раскручивали кинотеатр «35 мм» как главную артхаусную и единственную тогда артхаусную площадку в Москве, да и в России, вот это название «35 мм» было одним из важнейших критериев выбора места для старта артхаусной и дистрибьюции в России, потому что «35» во всех списках стояло в начале, потому что начиналось над цифрой. И тем не менее «Антипод» – хорошее слово, но расшифровывается очень просто. «Ант» – это Антон, а под ним «Пот» – это моя партнерша Лена Подольская. Это абсолютно частная компания, нет ни одной копейки государственных денег, нет никаких кредитов в банке, они здесь невозможны для этого бизнеса, и нету ни каких инвесторов сторонних. То есть все, что мы делаем, а в компании работает 14 человек, мы делаем за свой счет. И для меня это вполне себе, несмотря на то, что «Антипод» и «Дистрибьюшн» имеют слово «сейлз», и часть сотрудников в названии должности формально имеет слово «продажи», я бы не обольщался на тему этих слов, потому что, конечно, это в чистом виде экспериментальный кураторский арт-проект. Здесь лежал мой каталог, если кто-то его заимел, может листать, если кому-то надо, у меня еще парочка осталась потом. Значит, вот «Антипод» 4 года, и помимо того, что мы все время что-то делаем, а сейчас в каталоге компании порядка 70 фильмов, мы… я это преподаю. И, собственно, так навскидку, похваля себя, я скажу, что из тех, кто реально занимается кинобизнесом применительно к покупке или продаже кино, преподаю в России на эту тему только я. Поэтому я иногда слышу, что говорят коллеги, которые якобы в этой области тоже преподают, но они говорят часто, не зная материала. У меня вот этот материал, который называется «Антипод», он проходит в категории полевых исследований для меня. Вот такая компания. Значит, она прошла несколько стадий развития, потому что неинтересно работать и делать из-за дня в день одно и то же. И каждые полгода, за эти 4 года, мы повышали как бы игровой уровень, как в играх электронных. Начала она как бутик российского какого-то выбранного кино. Нам казалось, что мы пинцетиком выберем какие-то российские фильмы, очень красиво их положим на мировые фестивали и будем стричь свои купоны как коммерческая организация. Выяснилось, во-первых, что если так вот выбирать в каком-то бутиковом смысле, как бриллианты выбирают значит по цвету, по оттенкам, такого кино в общем в России нет. Кинематография слабая, трусливая в целом, несовременная и крайне неактуальная. При том, что, естественно, мы до этого смотрели фильмы через другую оптику, через оптику покупателей, дистрибьюторов, прокатчиков. И так резкость не была настроена. Как только мы ее настроили, выяснились вот эти не очень приятные для нас подробности. Поэтому мы поняли, что бутик не получится. Надо расширять деятельность. Соответственно, как-то контролировать рынок. Контролировать рынок довольно сложно, потому что возникают страшные проблемы, которых мы заранее не могли предусмотреть. Например, рынок конкурентный. В России существует приблизительно формально 22 компании, которые являются world sales агентами. То есть те компании, которые торгуют мировыми правами. А мы агрегатор мировых прав на фильм. Мы работаем за агентский процент, берем все права на мир минус территории, которые продюсеры по каким-то причинам считают, что они контролируют лучше нас. Обычно это территория бывшего СССР, иногда Израиль, иногда еще какие-то там индивидуальные истории. И чтобы конкурировать с этими 22 компаниями, а я потом расскажу, как эти компании делятся между собой, надо было предпринимать какие-то дополнительные усилия. Надо было пробить кого-то из сильных продюсерских игроков рынка, чтобы все остальные, видя, что ты работаешь с ним, условно говоря, с Сельяновым, отдавали тебе свои фильмы. Мы так пробили сначала Сельянова, потом Толстунова, и так потихонечку, значит, кроме тех людей, с которыми, например, у меня за 20 лет в индустрии какие-то свои тонкие эзотерические отношения, типа Роднянского с остальными, мы со всеми работаем. Но, опять же, по факту получилось, что автоматом старая моя дистрибьюторская арт-хаусная репутация, как бы я не снимал шляпу и не одевал шапочку, работает на продюсеров таким образом, что они меня воспринимают как арт-хаусного человека. Соответственно, какие-то большие фильмы с гигантским бюджетом, там, Ледоколт или там что-то еще, какое-нибудь такое, чем хорошо торговать, да, по 200 тысяч долларов на территорию, и зарабатывать для компании четверть от этой суммы с каждой территории, они такое не готовы. Поэтому вот такими фильмами автоматом нам работать не удается. И хотели мы или не хотели, мы вышли в итоге на понимание, что мы такой все-таки арт-бутик, который занимается в основном все авторское российское кино в наших руках. Не то, что монополия, монополия невозможна, потому что вторая проблема, которая возникла, это чисто российская психологическая проблема, которая не свойственна Европе. Это в момент, когда ты приходишь к продюсеру, к российскому, у него есть фильм один или два, и ты хочешь этот фильм взять, а до этого, до этого момента, и продюсер сам не очень знал, что с этим фильмом делать, во всяком случае не мог объяснить это вменяемо, и никто не хотел этим фильмом заниматься. То есть фильм был, но руки к нему не подходили. Российский продюсер сразу начинает надуваться, как-то прям увеличиваться в размерах, как в анимации, и, соответственно, разговор с тобой меняется. Ему начинает казаться, что такая корова нужна самому. После того, как ты его прокалываешь, и он сдувается в нормальное состояние, и уже можно какой-то предметный разговор вести на уровне договора, а мы абсолютно по-европейски организованная компания, что выяснилось тоже далеко не все компании делают, мы подписываем сначала детальный договор, и иначе не работаем. Очень многие российские компании работают без договора, и это кончается только каким-то клубком недоразумений. Так вот, как только мы переходим к стадии подписания договора, это самая гнойная часть работы с российскими продюсерами, уничтожающая время, сжигающая месяцами. Включается вторая психологическая опция российских продюсеров, это они ищут, где ты их обманываешь. То есть, значит, они уже прошли стадию, что типа вот такая корова нужна самому, да, они тебя отдадут, но теперь надо только понять, где он меня обманет, где обман. И, в общем, это тяжкий труд. Вот, например, я больше этим не занимаюсь. У нас в компании теперь есть отдельные два человека, которые целыми днями только этим занимаются. Это пришлось вот диверсифицировать штат компании в эту сторону. В итоге следующим игровым уровнем было то, что мы стали брать неигровое кино. Собственно, формально в пакетах некоторых российских компаний есть неигровое кино, я имею в виду волн сейлс агентов российских. Но нету специального человека, нету специальной стратегии. То есть реально единственной компанией, которая торгует мировыми правами на российское кино неигровое, это мы, больше нет. Естественно, продюсеры сами напрямую могут свои фильмы ставить на фестивали, если они востребованы, тоже продавать. Но у продюсеров, в общем, другая работа. Понимаете? Теоретически основание нашего бизнеса, за много лет работы в нем, в том, что, особенно после цифровой революции, фильмы, они никому не нужны. Я не имею в виду болливудское и голливудское производство, где производство и сбыт налажены очень основательно. Я имею в виду все остальное. Все европейское кино, все азиатское кино. Эти фильмы никому не нужны. Соответственно, то, что никому не нужно, не может иметь товарной стоимости. Стоимость любого фильма – ноль. Просто чистый ноль. И что бы ни думал на эту тему продюсер и режиссер, сколько бы смыслов и эмоций они туда не вложили, сколько бы лет они не работали над фильмом, сколько бы денег они туда не вложили, частных инвестиций, государственных, надо им возвращать эти деньги или нет, сколько бы членов команды не умерло или не погибло во время съемок, стоимость фильма на выходе, если он не сделан в Голливуде или в Болливуде – ноль. Соответственно, вот они зажгли этот огонек фильма, если никакие руки его не подхватят, он потухнет, не будет востребован. Есть какие-то исключительные фильмы, которые настолько актуальны по каким-то параметрам, но это практически не меняет ситуацию. Исключительные фильмы могут прошуметь и в коммерческом смысле не принести ни копейки тем, кто их продает тоже. Так вот, нужны руки. Естественно, продюсер и режиссер могут тоже как-то это взять и понести это пламя, раздавать людям. Но это не те руки, это должны быть профессиональные руки. Вот, собственно, вот эти руки – это вот такая профессиональная команда, которую создали мы. Таких команд в мире очень много. Это очень конкурентный рынок. За последние 7 лет резко упавший и по ценам, и по интересу к этому бизнесу. И тем не менее, это очень конкурентный рынок и в Европе, и в мире. Но в России у нас только вот 22 компании, которые регистрируются, условно говоря, в высшей точке рыночной деятельности в мире, на Каннском марше дю фильм. Из них реально работающих, наверное, 5. Высшая точка по продажам, по деньгам состоит из двух компаний. Это компания Тимура Бекмамбетова. И это компания Визарт Анимэйшн, которая торгует совершенно нишевым своим продуктом анимационным, который они вполне себе на мировом уровне делают. И эти компании приносят себе и своим правообладателям наибольшие деньги в России. На втором месте по деньгам компания Планета Информ, которая из-за разных психологических особенностей получает вот в год 5 основных российских блокбастеров, которые как бы можно продавать. Они сажают какую-нибудь девушку англоязычную, которая меняется каждые полгода, ее никто не запоминает. Условно говоря, не в обиду этим девушкам, это называется у меня мартышечный труд. Садится мартышка, она показывает на рынках ролик и по 200 тысяч подписывает дел мема на эти фильмы. И получается иногда 5, иногда 7, максимум 15 территорий. Потому что, в общем, какие-то большие бюджетные фильмы по 4-10 миллионов долларов, в общем, делаются в мире, не только в России. И качество тоже гораздо интереснее. Ну, какие-то эксклюзивы наши, метро, там что-нибудь чисто такое российское, естественно, востребовано. Вот. И все. Дальше есть какие-то компании, которые занимаются какими-то фильмами. Чаще всего это компании, которые существуют за государственный счет. Соответственно, в штате компании есть единица для международных продаж. Садится девочка с одним или с двумя языками. И она сидит. Так вот как-то делает периодически. Это довольно тихо. Я периодически сажал своих людей в такое гетто, которое называется стенд русского кино. Ну, сама по себе идея спорная. Вот если вы Россия, государство, как оно сложилось со своей традицией, со своим стабильным нынешним состоянием последние 17 лет, не очень похоже, что в такое гетто какие-то люди специально придут. Это или военные шпионы, или такие какие-то, в общем, русские, которые живут. То есть неправильно сажать туда. И тем не менее мы наблюдали, как происходит. У меня сидит три сотрудника, расписаны встречи каждые 20 минут. Постоянный трафик людей, коммуникация там на 5-6 языках. И как только мои девочки там переходят с английского на французский, вот все окружающие российские компании, вот они так как-то пригибаются. А при этом в основном, кроме Визарт Анимейшн и Викмамбетова, ни у кого никаких вот таких постоянно приходящих для переговоров партнеров нет. То есть они сидят и ждут. Этим мы отличаемся. Значит, вот отдельно еще стоит антипод. И отдельно есть категория продюсеров. Например, тот же Роднянский, который совершенно четко кладут с прибором на все российское, в том числе на российский World Sales, и отдают свои фильмы в руки международных, в том числе любые фильмы, абсолютно любые, в руки мировых игроков, в том числе крупнейших. Вот, например, новую картину Звягинцева, съемки которой начались в конце августа. Ею торгуют один из монстров арт-рынка, кинематографического, зарабатывающий. Очень солидные деньги на этом рынке и вполне себе конкурентно себя чувствующим в сторону с вектором в монополизм компания Wild Bunch, прекрасная, которая когда-то была частью огромного холдинга, родилась как часть огромного холдинга Канал Плюс. Вот. Ну, им вовсе бог не судья, это их стратегический профессиональный выбор. Картина Звягинцева, последняя вышедшая, продана на, по-моему, на 45 стран. Отличный результат. Наш рекорд, как компания Антипод, это 22 страны на картине Андрона Кончаловского «Белые ночи», почтальон Алексея Трепицына, который получил второй по значимости приз Венеции, гран-при «Серебряный лев». Вроде бы пожилые люди в камуфляже где-то на севере России вокруг озера квасят и ничего не делают, торговать нечем. Тем не менее, сам вот этот формат, к которому я потом вернусь, в фестивальной жизни приза, привлек огромное внимание на то, что фильм был совершенно неформатный. Нам удалось продать на 22 страны. Фильм еще продолжает продаваться и ездить по фестивалям, хотя сейчас у нас новая картина Андрона Рай, которая выдвинута вот от России на Оскар как вариант. Значит, и Андрон сказал по итогам, что он нам показал свои предыдущие подвиги с его фильмами, а у него уже был такой приз гран-при в Венеции с фильмом «Дом дураков». И занималась этим компания «Фортиссимо» фильмом, мировыми правами. У него была компания «Гомо», одна из крупнейших и старейших французских компаний, которая торговала его фильмом. И он показал результаты их работы, это были слезы, несравнимые с нашей деятельностью. Он сказал, за всю историю продаж моих фильмов мы продали больше всего. Вот 22 страны, это был как бы его рекорд. Ну, естественно, мы не имеем в виду его американские фильмы, которые Менахин Голланд с ним делал. Вот, это наша работа. Значит, возвращаясь к диверсификации, как только мы столкнулись с проблемой того, что, во-первых, российское кино, условно говоря, не обижайтесь, кино говно, вторым было этапом расширения и контроля рынка и выяснилась вот такая проблема, что договориться с российским продюсером это самая сложная часть. Мы диверсифицировали в сторону зарубежных картин. Мы стали брать права на западные картины. И, собственно, мы единственная в России World Sales компания, которая владеет мировыми правами на западные фильмы. У нас есть фильмы из Польши, из Румынии, из Швеции, из США, из Швейцарии, из Дании. И мы владеем всеми правами, включая Россию, которой в норме мы не занимаемся. Нам это как бы неинтересно, поскольку бесперспективно для этих фильмов. Значит, об особенностях владения мировыми правами, включая Россию, я чуть-чуть попозже расскажу, когда буду общую картину рисовать. Значит, следующим игровым уровнем было неигровое кино. Такой оксюмарон. Значит, мы начали со школы Разбежкиной. Я был экзаменатором на одном из курсов и, как бы, почувствовав некую ответственность, предложил Разбежкиной, что пять лучших фильмов по рейтингу зрителей в зале, которые с улицы приходят, там открытые показы дипломов, по рейтингу студентов, которые учились на этом курсе и по рейтингу нас, преподавателей. Вот пять, те, кто сомкнутся в рейтинге, я возьму в мировые права. Разбежкина согласилась, значит, и плюс добавился последний фильм Марины Александровны «Оптическая ось». Я это воспринимал как некий концептуальный проект, плюс хотел начать продаж неигрового кино, не просто так, а как-то упаковав это во что-то необычное. Необычное для меня было школа Разбежкина как идея, я упаковал это все в один пакет, и в этот пакет, видимо, по ошибке положил фильм Марины Александровны. Как выяснилось, да, я написал статью для Screen International про школу Разбежкиной большую, там еще что-то, какие-то такие эксклюзивные вещи сделал, и мы начали заниматься этим пакетом, два года прошло, по факту выяснилось, во-первых, что Марина Александровна персонально при всем моем личном уважении преувеличивает значение своей школы в мире, то есть знания даже школы этой в мире, при том, что фильмы востребованы, ездят по фестивалям, в том числе те фильмы, которые в нашем пакете, они прекрасно поездили по фестивалям, даже проданы куда-то, при том, что вы понимаете, что стратегия преподавательская Разбежкинцев, это ты оператор, ты режиссер, ты продюсер, и ты максимально своим телом вовлечен в материал, сживаешься с героем, и вот эта стратегия как товарный бренд тоже вполне себе не востребована, за исключением каких-то фильмов с каким-то очень эксклюзивным российским и чисто российским материалом. Соответственно, поскольку те ожидания, которые я возлагал на этот пакет, а я не сумасшедший, я вполне скромные себе ожидания, но какие-то, поскольку это была индивидуальная работа, отличающаяся от работы с отдельными фильмами, пакетная работа, мне казалось, что это должно как-то сработать, это не сработало, на этом фоне погиб фильм Разбежкиный, который, естественно, у него был крупный фестиваль в Лейпциге, но дальше он так очень спорадически как бы появлялся, именно потому, что отдельно им не занимались, положив его в пакет, привязав Разбежкину к ее ученикам, и ученики, в общем, затопили Разбежкину, она обиделась с Разбежкиной, мы больше не работаем, ну, при том, что у нас как бы нежные отношения, тем не менее, значит, прагматика ее деятельности сейчас без нас, но мы на этом поняли, как диверсифицируется международный рынок по коммуникации вокруг неигрового кино, выделили отдельного сотрудника, который этим занимается, и который, соответственно, по-своему калибрует приборы, и все-таки вышли на тот уровень, когда и Разбежкина был удачный камень в фундамент всей этой деятельности. Мы стали брать западные документальные фильмы, которых у нас тоже приличное количество, из пакетов 70. В общем, так как-то и работаем. Я покажу пять роликов, фильмов, потому что еще важная деталь, что в пакете нашей компании внутри неигрового пакета фильмы документальные, они диверсифицированы. Это тоже следующий был игровой уровень, когда неигровой пакет в целом мы диверсифицировали внутри. Там есть что-то, что можно назвать научпопом, там есть то, что можно назвать художники, музыканты, что-то такое артистическое. Там есть протестное кино. И, собственно, мы единственная компания в России, которая торгует российским протестным кино. Естественно, вы можете, если вы фестиваль или дистрибьютор местный, вы можете купить напрямую у продюсера, поскольку фильмов протестных снимается больше, при всей их невостребованности снимается больше в России, чем есть в нашем пакете. Но вот у нас есть пять картин, условно входящие в эту категорию. Их ролики вы посмотрите после моего спича. Значит, соответственно, судьба этих картин тоже разная. Условно говоря, в работе с Соединенными Штатами, которые заинтересовались вот сразу всем протестным пакетом, а вообще мы почувствовали холод после начала войны в Украине, очень сильный холод по отношению к нам, как к российской компании и к российским фильмам в целом, особенно со стороны североамериканского континента, такое внутреннее эмбарго. Даже те фестивали, на которые мы постоянно ставили свои фильмы, они просто не отвечали на письма нам полтора года. Сейчас немножко оттаивает ситуация, как ни странно. Но мы почувствовали это и в Европе. Некоторые нам прямым текстом писали всякие разные интересные вещи, даже несмотря на то, что у нас в пакете эти протестные фильмы. И тем не менее, судьба протестных фильмов сложилась по-разному. Мой друг Борис Немцов, ролик которого вы увидите, получил главный приз в Кракове. Соответственно, он будет показан на крупнейшем фестивале неигрового кино в мире Итфа в Амстердаве. И там куча движений продюсера и режиссера. Картина Путин-Форева со знаком вопроса, продюсером которой является Маша Мускевич, которая здесь выступала. Сейчас будет в конкурсе Варшавского фестиваля, в документальном конкурсе. 14 октября показ, а 28 она выходит в Польше, в кинотеатрах Польши. Здесь она не выйдет никогда в прокат, а там она выходит в кинотеатрах. И вся сейчас Восточная Европа после нашего информационного удара, привязанного к Варшаве, при том, что Варшава, как вы понимаете, далеко не главный фестиваль в иерархии мировых фестивалей, которые к бизнесу привязаны, и даже наоборот, скорее, мимо бизнеса. Тем не менее, вся Восточная Европа взбудоражилась, и у нас сейчас огромное количество заказов, как минимум, на просмотр этого фильма и на коммуникацию вокруг него. Картина о выступлении наказания, тоже как Путин, Форева и Немцов были показаны в декабре в России на последнем Арт-Докфесте, и тоже в конкурсе Варшавского фестиваля интерес к ней больше, при том, что по ней мы еще ни разу не делали никакого информационного удара, но мы упираемся в работе с Соединенными Штатами, помимо холода, то, что называется E-Endo Insurance, то есть страховка, подтверждающая, что все, кто попал в кадр, не против того, чтобы их снимали для документального фильма, что в России, в общем, не практикуется, и на этом, на анализе, на прокачке этой темы E-Endo Insurance мы пока с Соединенными Штатами затонули, но мы как бы решим эту проблему в течение ближайших двух-трех месяцев. Вот, это о работе компании. В общем, хорошая компания, вы поняли, я к этому вел. Простая мысль, мог бы не растекаться, мыслью подрел. Теперь, по поводу общей ситуации в России, когда вот Туэ задался, ну, вы видите, что происходит, приходят прекрасные Элизабет и Элизелот и рассказывают нам с буквами на экране систему, которая есть в качестве обмена опытом, сравнений и так далее. Потом выходит и следующий человек тоже нам показывает буквы на экране, там тоже система, все по пунктам. Почему мы в ответ не можем ничего предоставить? Очень просто. Если процитировать одновременный культовый и популярный советский мультфильм «Каникулы в Простоквашино», помните там диалог между Матроскиным котом и Почтальоном Печкиным о покупке коровы? Он говорит, а что же вы ее не покупаете? У вас денег нет? А Матроскиным отвечает, деньги у нас есть, у нас мозгов нет. Вот основная проблема России в том, что у нас нет мозгов. Ну, казалось бы, как же так? Огромная страна еще до Петровских времен, в общем, как если порыться в истории, внимательно почитать, с европейской ориентацией, как же такая страна с богатой культурой как минимум на уровне 19 века и уж тем более периода русского авангарда, как же такая страна не имеет мозгов? Это и оскорбление. Но проблема в том, что когда нет мозгов, это не значит, что там в черепной коробке ничего нет. Там, естественно, может что-то быть, но подвержено некой болезни. Вот если человек заболел, у него мозги поплыли. То есть эффект тот же, мозгов нет, они не работают. У нас мозги, которые должны отвечать за культурную политику, которая должна систематизировать и доводить до букв на экране все, что связано с кинематографом в том числе, она подвержена огромной, серьезной болезни. Значит, часть этой болезни называется коррупция. Я наблюдаю 20 лет всякие стадии градации коррупции на уровне Министерства культуры и Госкино. Вы понимаете, что я эту тему знаю на уровне имен, фамилий, сумм, сложившейся практики, итога работы и так далее. Значит, это одна очень важная часть, которая никуда не ушла. Вторая называется кумовство. Это классическая российская история, когда никакой сложившейся системы, когда все в равных правах и участвует в неком конкурсе по пропусканию себя через мясорубку, из которой выходит тот, кто лучший и получает, что такой системы нету, она подвержена вот этой второй болезни кумовству. Болезнь, в принципе, древняя и удивительно, что она сохранилась у нас. И третье, самое главное на сегодняшний момент при наличии такого прекрасного министра культуры, это идеологическая раковая опухоль, которая полностью разрушает возможность работать в кино и не то, что это какая-то цензура сверху, хотя и она работает и Виталий Манский уехал, потому что ему не выделяют деньги, а по факту он как бы, если Косаковский вообще уехал, то он уехал и является самым конвертированным российским кинематографистом в мире по количеству фестивалей, по частоте выдачи на гора фильмов. Можно как угодно относиться к Манскому персонально, он такой вполне себе controversial, но тем не менее, это факт. Он уехал в Ригу, живет там, потому что здесь ему денег не дают на съемки, а там дают, он может работать, потому что режиссер должен снимать кино. Знаете, восьмая заповедь из заповеди художника Дали, моя любимая, она гласит художник, рисуй. Художник должен рисовать. Значит, соответственно, вот эти три основные болезни полностью разрушают мозг, поэтому мозга у нас нет, поэтому за существование независимой России даже в годы стабильности мы наладили только одно. Мы самым активным образом и вовсе не тем местом, как принято, совершенно неприличным местом сидим на игле государственной поддержки. Ну, казалось бы, вот есть прекрасное Дание, страна значительно меньше и тем не менее кино в основе своей имеет государственную поддержку и это как-то делается по-другому. говорю, нет тех болезней, которые я перечислил. Поэтому, когда есть эти болезни, вот эта идея государственной поддержки, которая работает в Дании, здесь становится абсолютно разрушительной наркоманской иглой, которая в том числе уже у тех, у кого есть мозг, отключает его. Почему, когда мы говорим о гильдии неигрового кино, это основная гильдия, почему она не сильно сдвигается в своей деятельности? Я не член никаких гильдий и вообще никаких сообществ, антипоты, понимаете, да? И почему? Потому что у них одна при рождении родовая травма. Они ориентированы как спутник с солнечными батареями на солнце. Я когда-то служил в космических войсках, и там есть команды, в которых ты разговариваешь со спутником, они у них цифровые команды. Вот и была 33-я команда ориентация на солнце. Вот у них при рождении вот эта 33-я команда ориентации на Минкульт, она как бы является как какие-то таинственные лучи из трэш-фильмов 30-х годов, убивающую суть независимой гильдии. они ждут. Они ждут как бы это вот та самая гла, это одна из форм ее работы. И так у нас системы нет. Такой фантастической институцией, которой является датский киноинститут, с которым мы сотрудничаем, или шведский киноинститут, с которым мы сотрудничаем, не существует у нас. При том, что по сути это государственный монополист, это тот самый институт кино, тот самый, который все время требует создать Шахназаров, зачем-то, при том, что госкино это то же самое, только с другим названием. И формально, если так присмотреться, вроде бы у нас все есть. У нас есть чиновники, которые занимаются деньгами, у нас есть какие-то институции, которые поддерживают международ, но у нас есть гильдии. Но на самом деле все это не работает. Есть тотальное разрушение общего, единого, необходимого кинематографического мозга. Естественно, это следствие того, что нет вообще культурной политики, а ее заменило идеологическое влияние государства, давление государства, где главное, что включается не цензура, а самоцензура. Но это не единственная проблема, потому что сообщество в ответ могло бы сплотиться, проявить некую интеллектуальную волю, смодерировать какие-то принципы, которых могли бы добиваться в том числе независимые просоюзы, типа киносоюзы или гильдии. Чуть этого не происходит, при том, что такие попытки периодически предпринимаются. Предпринимаются попытки объединить экспертов на уровне гильдии, например, или киносоюза, такого альтернативного профсоюза, который у нас существует против Михалковского, официозного. или предпринимаются попытки одиночек. Я сам несколько раз персонально, подробно, по пунктам А, Б, В, как занудный преподаватель, инструктировал и первого главу фонда кино, и второго главу фонда кино, и рассказывал по буквам, что надо сделать по международной поддержке, с очень малого, потому что та тема, что деньги у нас есть, мозгов нет, она приводит к тому, что никто ни сверху, ни снизу не может произнести некую конструкцию, к которой надо прийти и куда надо инвестировать деньги, то есть никто не может предложить некого смысла, который превратится в структуру. Поэтому этой структуры нет, естественно, этой структуры нет, но с той стороны против, потому что коррупция должна происходить, они это понимают, а там люди сидят годами, я перебрал, но мне еще надо, если я могу, я понял, я сейчас ускорюсь. Значит, и поэтому у нас есть чиновники, которые распределяют деньги, у нас есть это Госкино, часть Министерства культуры, у нас есть институция, которая называется Фонд кино, которая как бы модерирует деятельность, связанную с производством коммерческого кино, которое должно окупаться, нифига оно не окупается, таких примеров как бы нету, и там даже созданы какие-то мейджоры, там что-то такое совершенно калька голливудская на других условиях, которая работает, но опять же поддерживая вот все те кумовско-коррупционные схемы в основном. И у нас вроде бы есть мощный архив, старейший, один из старейших в мире киноархивов Госфильмофонд, старейший архив мира считается, не знаю, вот как в мире соглашаться с этим, в ГИКовский архив, который существует с 919 года. Значит, не знаю, правда ли это, по-моему, Нордискфильм еще старее архив, у нас в ГИКе так рассказывают во всяком случае. Значит, у нас все это есть, но все это не работает. У нас вроде бы есть международная поддержка, но я говорю, она превращается в гетто, где глава Роскино Катя Мцетуридзе презентует себя на фоне фильма, который поставлен в конкурс какого-то большого фестиваля. Какие-то люди сидят за столиками и все их обходят, потому что, как мы знаем, как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, запах он чем хороший, не хочет, чтобы пахло, отойди. И отходят. Соответственно, гетто как-то существует за счет работающих структур Визарт Анимейшн, Бекмамбетова, за счет конвертируемых частей. То есть, российская кинтография, в том числе не игровая, представляет из себя некий харддиск, который внутри себя не структурирован и не имеет порта, чтобы вместе, как единство, быть подключен к какому-то мировому компьютеру, к какой-то сети, будь той, EDN или какая угодно сеть. Пока мы не структурируемся, ничего не будет. Ждать хорошего министра бесполезно были. Разные министры за эти годы, я помню, самых продвинутых министров, типа Швыдкова, коррупция была еще выше. Поэтому, это проблема структурная и проблема мобилизации. Персонально подойти к зеркалу и подумать, а что я могу для этого сделать, если я заинтересован в каком-то общем варианте. Тогда мы сможем показывать для сравнения или для консультации какие-то буквы на экране и выступить с вменяемыми людьми, которые могут сказать о каких-то перспективах. Теперь вот финальная общая часть 20 лет работы на этом рынке приводит меня к очень грустным выводам. Часть из них я сказал, когда сказал, что фильмы никому не нужны и ничего не стоит. Значит, как мы выходим персонально из этой позиции? Как только приходят руки, то есть эти руки решаются взять фильм, сейлс-компания. Значит, эти руки назначают какого-то человека, кто непосредственно занимается этим фильмом, то есть личностный фактор. В чем этот бизнес? Этот бизнес, ну, знаете, торгуют же не только фильмами, но и кожаными изделиями, например, разными. И даже есть целевая аудитория, которая видит вот сумку кожаную и говорит, ох, какая сумка. И вокруг этого происходит какой-то бизнес. Он хочет его купить или ему хотят ее продать. Чем отличается этот импульс, эта энергия, которую человек получает от сумки кожаной, в виде ее, от просмотра фильма? Очень просто. От сумки он получает вот такое количество энергии, а от фильма он получает вот такое количество энергии. Это может быть позитивная энергия, может негативная энергия быть, может быть какая-то сложно сочиненная энергия, ну, вот столько. И те, кто работает в этом бизнесе, назовем его бизнесом, потому что значительная его часть действительно бизнес, они те самые наркоманы, которые хотят жить на вот этой энергии на этом энергетическом импульсе соответственно в момент когда ты посмотрел фильм а ты должен им заниматься ты должен ему уроки предложить непосредственно в тебе вырабатывается эта энергия ты должен найти кому ее передать передать ее в этот момент как ты себе получил импульс и у нулевой стоимости фильма появляется какой-то вектор в сторону какой-то стоимости как только ты находишь встречного партнера назовем его продав покупателя между вами пробегает волна и потенция к появлению стоимости становится более надежной как только вы подписываете дел мема неважно он потом может разориться или передумать заплатить 20 процентов а дальше уже не пойдет дело значит и ну потому что это надо делать быстро приходят другие импульсы наркоманы же им давай еще давай еще и также с фильмами новые импульсы вытесняют старые плюс могут кончиться деньги эти люди покупатели работают с бюджетами бюджет может кончиться так вот этот импульс надо передать быстро и как только ты подписываешь дел мема вот тогда в нуле внутри нуля этого фильма появляется некая цифра или число стоимости то есть в фильме на самом деле этой стоимости так и не появляется она появляется в том человеке который является руками то есть фильм так остается на нуле До момента, пока этот человек, этот импульс не конвертирует, не в тротиловом эквиваленте, а в денежном. Вот в этом бизнесе. Какая проблема за 20 лет? Это мой итог. Значит, мы уперлись в формат. Вот я смотрю кино российское, огромное. Я вообще смотрю персонально, я считал много лет, порядка 500 фильмов в год на киноэкране. Соответственно, на рыбьем глазу монитора, сколько-то еще какими-то способами. Я не знаю, какими. Очень много. То есть, какая-то сортировка, хочу я или не хочу, за эти годы происходит. Тем более, меня этому профессионально учили в заведении под названием ВГИК. Также огромное количество коллег, которые занимаются фестивалями, занимаются закупкой, занимаются поиском продюсерских проектов на питчингах. Они тоже отсматривают огромное количество и занимаются сортировкой вот этих раненых. И к чему это приводит? К тому, что в разведке, помните, Шарапов называл замыливанием глаза. Когда ты смотришь и не видишь. Вот это то самое неприятное, с чем я сталкиваюсь, потому что сейчас, наблюдая за российским кино, и понимая, вот я вам назвал, как оно в общей массе своей называется, что я все равно должен с ним работать, это основная часть моего бизнеса, потому что это те фильмы, которые мы можем раньше получить других. Мы конкурентные на этом рынке, мы понимаем ситуацию. Так вот, я их отсматриваю, и чтобы заинтересовать встречающую сторону, я должен выбрать что-то, что отличается. А и мой глаз, и глаз отбирающей стороны, поскольку замыливается, он начинает отбирать что-то по стереотипу. Я понимаю форматы телевизионных каналов, у которых жесткие слоты, там все знают 5 слотов CDF, чтобы им продать, как это сделать. Но уже это происходит на уровне фестивалей, когда те картины, которые на фоне того, что мы насмотрели за годы, выглядят как-то необычно, они, как ни странно, выпадают из поля зрения, их не обращают, они становятся, они воспринимаются как сделанными без ремесла. И я очень страдаю от этого. Я сейчас вот беру несколько новых российских картин, которые как бы сделаны без ремесла. То есть как бы там есть мощный энергетический заряд, абсолютно эксклюзивный, но его здесь там не чувствуют. Ну, условно говоря, Центральный фестиваль национального кино, имеющий смысл Кинотавр, не отобрал эти фильмы в конкурсе, а показывал то, что они показывали в этом году. Это был ужас. С 98-го года, наверное, самый ужасный конкурс. Ну вот, поэтому... И еще мелкие детали, как финал. Значит, что у нас... Вот мы берем мировые права на западные фильмы. Это очень хорошие фильмы. Из них там есть американская картина, на которой проехала 150 фестивалей. Причем у нее нет призов, но это просто очень качественный фильм, эксклюзивный, над которым работал крупный документалист. 150 фестивалей. Представьте, какой интерес и какое количество зрителей посмотрела. Есть какие-то еще фильмы милые, там на разные темы. Это не коллекция моих любимых фильмов, да. Это коллекция фильмов, которые я могу упаковать и работать в этом критерий. В России... У меня права на Россию, поскольку мировые права. Не российские фильмы. И что? Они здесь никому не нужны. Я очень опытный прокатчик, могу... Как бы построил артхаусный прокат и все, что здесь осталось, а он сейчас скукожился до мародерских фестивальных хитов и никаких сверхзадач не решает. Это все никому не нужно. Документальных слотов, если говорить о неигровом кино, на телевидении нет. То, что там было на канале «Культура смотрим, обсуждаем», попадало на канал «Культура» тоже своеобразным способом. У тех, кто занимается закупкой, у них свои представления о том, как и что они должны покупать. Даже не связано с внутренним цензором, а со своим персональным позиционированием на территории канала. Есть специализированный канал «24Doc» прекрасный, здесь есть его, вот креативный продюсер Алексей Лайфуров. И мы, естественно, предлагали им фильм. Через час мы получили от Алексея Лайфурова. Он завтра расскажет про свою деятельность, письмо. Нам это неинтересно. То есть сбыта нет. Мы попытались, поскольку у нас все права, и мы несем ответственность перед продюсерскими компаниями, выпустить их в прокат. Создали некую медийную атмосферу, где куча текстов. Это ноль рублей, ноль копеек. Поэтому Россия – это такое слепое пятно для неигрового кино, и надо искать способы концентрации интеллекта, и интеграции в сторону конвертируемости. Спасибо. А сейчас вот эти пять роликов. Кому-то нужен каталог? У меня два. А как долго эти ролики? Долгие, длинные ролики? Минут 10, может, 8. Ладно, давайте быстро. Ну, вы знаете, мы, в принципе, опаздываем. Просто нечестно по отношению к последнему докладчику. Чтобы последний докладчик после роликов говорил. Давайте сначала ролики, потом спикер, докладчик, а потом уже к вам вопросы. Давайте так. Кто покажет ролики? Выключим, только кто нажимать будет. Окей. Кто на сцене? Да. Ёлка. Редактор субтитров. Тё. 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 Я надеялся, как вы пили? Да. Как ты живешь? Слушай, Слушай, когда я был маленький, я был первым в твоем возрасте, я работал губернатором, представляешь? Ну, как тебе нравится, когда с утра девушка вместо того, чтобы что-то сделать приятное, засовывает тебе машинист на камеру? Поставай, необычная история. Так, вы видите? Ничего себе. Здрасте. Я, ну, по шести страны можно же видеть такого же дикого человека. Да. Отправление пользы, да, стал искать ниже. Ну, мы были власти, но оба нам зажгли. Знаешь, сколько времени у меня российских любителей лет? Как думал? Вечная в новом возрасте, замысл! Здрасте. Здрасте. Вечная в новом благослейд, замысл! Здрасте. 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 ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Не ошибись, выбирая пути Не ошибись, выбирая пути Не ошибись, выбирая пути Моя эмоция стесняет У меня другая философия, почти тибетская Я его должен пережить Субтитры создавал DimaTorzok Директор со временем Дrawы, одновременно Твоя расходов Дrepresentation Дискон selling Дисконцzus Дисконцис Белое лето это то, почему не их будут узнавать о приходке Ахим Мы все это с радистной совести Каждое поколение должно свое революция Это за революцию своего поколения Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...